Всем привет! И мы начинаем наш новый курс онлайн-уроков Let's Walk! Меня зовут Макс Извеков. Я Катерина Зак. Тема сегодняшнего урока – пастура как способ создания настоящего объятия. Для нас с Катей в танго объятия – это целая система координат. Каждый из нас ищет способ самовыражения в музыке. И каждый из нас делает всё для того, чтобы выстроить взаимосвязь друг с другом, чтобы чувствовать друг друга и импровизировать вместе. Объятия – это диалог. Чтобы нам лучше друг друга понимать, нужно слушать. Мы оба участвуем в диалоге. Нам обоим есть что сказать. Также и в объятии. Мы танцуем, словно разговариваем друг с другом. Объятие – это способ взаимосвязи. Это возможность самовыражаться вместе с партнёром через его или её действия. Когда женщина обнимает меня, я остаюсь собой на 100%. Потому что я уверен в себе. И я ожидаю, что она не потеряет себя, останется собой тоже на 100%. Потому что в жизни каждый из нас обладает своей собственной личностью. Мы должны танцевать танго с тем, что у нас есть в жизни. И поэтому я и Макс, каждый из нас в объятии – это 100%. И поэтому в нашем объятии вместо 50 на 50 у нас есть 200%. Итак, в объятии встречаются две энергии. Мужская энергия и женская энергия. И давайте посмотрим сначала, что же такое 100% Макса. 100% Макса – это в первую очередь моё тело, границы моего тела. У меня есть моя правая сторона и моя левая сторона. Но мы с Катей используем совершенно другие термины. Наша линия опорная и линия свободная. В теле вот эти две линии мы используем постоянно. Посмотрим, как это в движении происходит. Мы просто идём как в жизни. Обратите внимание на нашу осанку. Какая осанка у меня, какая осанка у Макса. Обычная осанка, которую мы используем в жизни. При этом мы абсолютно разные. У нас разные постуры. Мы стоим по-разному. Макс и я. Ещё один очень важный момент касается нас. Это туфли на каблуках. Давайте я одену свои туфли на каблуках и посмотрим, как изменилось моё тело. Итак, Кати на каблуках. Когда женщина одевает каблук, то центр тяжести уходит немного назад. Он, в принципе, у нас у женщин чуть-чуть более сзади по сравнению с мужским телом. На каблуках, и чем выше этот каблук, тем более наш центр тяжести смещается назад. Соответственно, грудь уходит немного вперёд для того, чтобы балансировать то, куда ушёл центр тяжести. И это совершенно естественно использовать эту позицию. Если мы поставим палец вот сюда, в область лордоса, где у нас есть прогиб в пояснице, то мы почувствуем, что здесь наше тело может делать так. И это происходит, это маленькое движение происходит в каждом шаге, обычном шаге. Соответственно, это часть тела центра тяжести. Это и есть та большая точка, от которой зависит моё чувство равновесия, когда я хожу. И в танго, естественно, я использую это ощущение, потому что благодаря области лордоса и этому прогибу, который у нас здесь есть, мы балансируем. Балансируем любое движение, даже обычную ходьбу в жизни. Нам не нужно модифицировать эту позицию, выпрямлять или оттопыривать. Нам нужно использовать естественное положение центра тяжести, естественный прогиб, который у нас есть в жизни, для того, чтобы чувствовать равновесие. Когда женщина без каблуков и одевает каблуки, это две совершенно разные женщины. Потому что у неё по-другому выстраивается её тело, по-другому она себя ощущает и другая механика движения. Конечно, потому что, когда мы, женщины, надеваем туфли на каблуках, мы чувствуем себя по-другому из-за того, что центр тяжести на каблуках выходит немного назад, а грудь немного вперёд. Из-за этого естественного положения меняется наша осанка. И поэтому у нас такие линии талия, грудь, бёдра, соответственно, когда мы танцуем в динамике, центр тяжести помогает нам всё время балансировать движение, и его положение может меняться. Оно может быть сзади, или ещё чуть больше назад, или возвращаться в обычное положение. Так, посмотрите, я могу убрать центр тяжести назад, и грудь немного вперёд, или ещё назад, и ещё грудь вперёд, или вернуться в это положение, естественное для меня. Постоянный поиск равновесия между верхом и низом. Это я использую в жизни. Так почему я не использую это в танго? Я использую. Где мой вес? Мой вес именно потому, что я на каблуках, в большей степени на подушках стопы. Посмотрите, я могу свободно оторвать каблуки от пола. И это я использую, когда танцую. Вес на подушках стопы. А где вес у Макса? Итак, что же происходит со мной? Мой вес между двух ног. Моя спина расслаблена. Моя шея расслаблена. Мои плечи расслаблены. Я ни в коем случае не оказываюсь в этой позиции, когда мои плечи спереди, и в этой позиции, когда я их отвожу назад. Я их просто поднимаю и бросаю вниз, чтобы они пришли в естественное положение. Мои колени расслаблены. Вес находится у меня посередине. И в этом состоянии я чувствую себя уверенно, устойчиво, сильным. Именно с этим состоянием партнер должен танцевать с партнершей и идти танцевать с ней. Вы знаете, девочки, я должна поделиться с вами вот чем. Когда я попробовала все то же, что Макс советовал мужчинам, вот так вот свой вес разместить между двух ног, на полу, найти свое естественное положение, оказалось, что это тоже очень комфортно для меня. Я тоже чувствую себя в этом положении суперуверенно и комфортно. И я считаю, и в это я верю на сто процентов, что не только для мужчины очень важно найти, прежде чем танцевать, ощущение уверенности в себе. Для нас, женщин, это важно не меньше. Мы также должны найти это ощущение уверенности и комфорта внутри нас самих, прежде чем танцевать. Поэтому давайте тоже будем использовать эту позицию. Ноги на ширине плеч, вес между двух ног и естественное ощущение нашей постуры. Центр тяжести сзади, грудь впереди. Супер удобно. Итак, мы стоим на опорной своей линии. Лично мой вес находится посередине стопы и чуть-чуть ближе к каблуку. Вот там находится мой вес. Моя свободная нога, свободная линия находится далеко от меня. Она не здесь, не здесь и не здесь. Далеко от меня. Если я буду думать о том, где мой вес, мой вес на подушке стопы, я могу спокойно оторвать свой каблук. Посмотрите. Итак, теперь, когда мы разобрались с нашими телами, с тем, как мы устроены, Макс разобрался со своим телом, я со своим, все нам супер ясно, мы готовы танцевать. То есть я еще раз ощущаю себя уверенно, устойчиво, мое тело расслаблено, я знаю, где мой вес, где мои линии, и я это буду использовать, потому что я хочу встретиться с Катей. Встреча для нас с Максом это супер важная вещь. Встреча это процесс, как мы генерируем объятия. Встреча это процесс для того, чтобы мы смогли показать друг другу, кто мы есть. Я женщина, Макс мужчина. И, исходя из этих двух ипостасей, во время встречи мы и будем выстраивать наше объятие, генерировать наше объятие, исходя из того, что есть у каждого из нас. У нас есть много разных вариантов, как встретиться, и мы покажем вам один из наших любимых вариантов. Итак, я готова танцевать. Я стою перед Максом, он делает мне предложение, я отвечаю на него, и я иду его обнять. Он встречает меня, я обнимаю его. Он приглашает меня внутрь своего пространства, и он завершает объятие. И вуаля! У нас есть объятие. мы используем ту же пасту, что и в жизни. Итак, я готова танцевать. Я приглашаю Катю. Теперь я ее зову внутрь объятия, и при этом встречаю своим корпусом, я двигаюсь к ней. После я возвращаюсь в свое устойчивое положение, прихожу и обнимаю правой рукой, заканчивая объятие. Все, мы готовы двигаться. Очень важно для нас ощущение тактильности и контакта. Я использую мои руки, мои ладошки, мои пальцы, и здесь, в этой руке, и здесь, в этой руке. Я все время ищу контакт с ним. Я как бы его трогаю. Я трогаю моего партнера всем, что у меня есть. Особенно руками и пальцами. Это будет позволять мне впитывать все ощущения, которые он будет давать мне в объятии, чтобы чувствовать его лучше. Я со своей стороны тоже использую постоянно вот эти тактильные ощущения, потому что через них я считываю настроение Кати, какие у нее намерения, какие желания, чего она хочет, какое состояние внутри. Контакт супер важен для нас с Максом. Сто процентов контакта мы даем друг другу. И посмотрите, я занимаю все пространство в объятии, все пространство, которое Макс мне дает, это мое пространство. И я буду его использовать. И смотрите, если у меня это объятие, любое объятие, любое пространство мое, я как вода распространяю себя во все пространство. объятие это не статичная форма. Оно постоянно меняется. Может быть таким, таким, таким. Все время может меняться. И при этом мы сохраняем вот это взаимодействие внутри. Объятие все время меняется. Оно не может быть статичным, что вот мы стали и держим форму. Или так стали и держим форму. Оно постоянно находится в движении. Постоянно ищем удобное положение. Здесь. 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 В зависимости от момента. Но мы всегда сохраняем ощущение как можно большего контакта. Это приятно. Контакт. наша встреча в объятии она построена таким образом как диалог. Я могу предложить в этом диалоге и слушаю ответ. Что мне ответит Катя. И точно так же Катя может предложить мне что-то и я буду ей отвечать на ее предложение. Смотрите, как это выглядит. Я предлагаю. Я отвечаю. И сейчас я предлагаю Кате свое объятие. И я отвечаю тем, что заполняю все то, что предложил мне Макс. Все пространство. И смотрите, эта рука она у меня супер подвижная. Она не застывает в одном положении. Я могу использовать ее здесь, 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 даже здесь. Вы видите, она как бы все ими гладит Макса. То есть ощущение контакта в пальцах и в ладошке не вызывает напряжение всей руки. У меня нету вот этого ощущения. Она спокойно, очень естественно трогает ладошкой пальцами, всю спину Макса или его руку. Это супер естественное ощущение трогать. Я в этот момент чувствую прикосновение, чувствую взаимодействие, как оно может меняться с разной интенсивностью. Тактильные очень хорошие ощущения. Но я не чувствую, как Катя меня своей рукой блокирует, ограничивает движение. блокирует его. Или тянет. не цепляюсь за него. И также я не блокирую себя этим ощущением жуткого напряжения. Это супер естественное ощущение контакта. И это даст нам возможность менять динамику. Использовать и открытое, и закрытое объятие, и менять форму объятия, в зависимости от динамики, которую мы генерируем. В открытом объятии мы используем все то же самое, что мы делали в закрытом. Я приглашаю, и я встречаю. И опять предлагаю. обратите внимание на мою пастуру. Она такая же, как и в закрытом объятии. Разница только в дистанции между нами. Но я точно так же весь свой фокус генерирую здесь, впереди меня, на моем партнере. Я не генерирую свой фокус сзади. Весь мой фокус на максе, даже если объятие открытое. И я занимаю так же все пространство, которое он предложил мне. Все это пространство внутри объятия мое. Я танцую внутри объятия. это мое пространство для танца. Я же использую пространство, которое сзади меня. Там все мое пространство. А когда я нахожусь в паре, в объятии, то я использую все пространство. Потому что я в нем танцую вместе с Катей. Если мужчина использует пространство там с полом для того, чтобы танцевать, мы женщины используем пространство объятия для того, чтобы танцевать. Мы не фокусируемся на всем остальном пространстве. Есть один момент, когда мы становимся в открытое объятие. Вот мы встречаемся и я первый кладу свою руку Кате на ее спину. Даже не на спину, а скорее на бок. на бок. И показываю то расстояние, в котором я хочу начать движение. И если я чувствую, что рука Макса здесь, я понимаю, что он хочет предложить мне такое объятие, я беру это. Я не иду дальше, потому что это то, что он предложил мне. Да, для близкого я ее не тяну к себе рукой. в близкое объятие я иду сама, потому что он предложил мне руку, и я хочу его обнять. И здесь я ее никак не ограничиваю, то есть я иду очень много пространства. А если он хочет поменять объятие на открытое, он показывает мне это, смотрите, до того, как я подошла к нему. Я как бы перехватываю Катю на полпути. Да. И после этого мы начинаем двигаться. Есть еще одна очень важная мысль, которую мы хотим с вами поделиться, о том, что объятие, которое мы используем в танго, это прежде всего обычное объятие, ощущение обычного объятия, которое мы используем в жизни. Смотрите, если я хочу обнять Макса просто в жизни, я сделаю это. Я обнимаю его по-настоящему. Я не обнимаю его вот так. Это не похоже на объятие. Я могу быть чуть-чуть ближе и касаться его груди, но это не выглядит как объятие, правда? Объятие, когда я хочу обнять человека, я делаю это, это, тогда у нас будет ощущение настоящего объятия. Все как в жизни. Вы когда обнимаете кого-то, вы на нем не виснете, вы на него не падаете, вы его не толкаете, вы можете на него запрыгнуть, если это слишком близкий для вас очень близкий человек. Но в целом вы обнимаете так, чтобы вам обоим было удобно, вам как человеку, который обнимает, и вашему человеку, которого вы обнимаете. И действительно, когда я обнимаю Макса, я не теряю свою собственную уверенную позицию, свою взаимосвязь со своим делом. Помните, мы говорили об этом в самом начале. Я обнимаю его, но прежде всего я ощущаю себя комфортно с тем, что у меня есть. И отсюда из этого положения я его обнимаю. Я не обнимаю его так, теряя все. Это тоже не похоже на настоящее объятие, правда? Настоящее объятие это уверенность обоих партнеров и искренние теплые чувства внутри. Я связана с самой собой, с полом, с тем, где я есть и кто я есть. И от всего этого я обнимаю Макса. И посмотрите на мою постуру. она супер естественная, поэтому мы используем эту постуру. Я неровная, потому что это не объятие. Это я как бы претендую на то, что я обнимаю его, но по факту ощущения объятия нет. Или они есть. объятия же по своему решению и выбору приглашаю Катю здесь еще. Потому что я хочу пригласить ее еще больше к себе. Внутрь. и тем самым я могу ее провоцировать на более глубокое движение в объятии или менее глубокое движение. это мое приглашение. Изначально Катя вот стоит на своих ногах. Я никуда не падаю. И это моя естественная пастура. Итак, резюмируя этот урок, пастура это то, что мы можем видоизменять для того, чтобы генерировать движения разного типа. Единственное, что мы должны сохранять все время, не важно близкое, закрытое объятие. Это ощущение настоящего объятия. Помним, что мы находимся все время в движении и все время мы будем меняться в зависимости от того, что мы хотим сделать или что мы будем делать. Движение может быть амплитудным или не очень, с большей динамикой или меньшей динамикой. И для того, чтобы генерировать это движение комфортно для обоих, мы меняем постуру, но не объятие. Например, например, я приглашаю Катю в объятия для того, чтобы раскрыть ее больше, дать ей возможность станцевать то, что она чувствует, то, что в ней музыка рождает внутри. И когда Макс приглашает меня внутрь своего пространства, я чувствую огромное уважение, уважение его ко мне, к моему телу, к моей постури, к моему комфорту, к моей гармонии. и это доставляет мне огромное удовольствие. Я, вот это чувство взаимного уважения, это то, что рождает объятие, которое мы выстраиваем с Максом. И второе, для чего я это делаю, это дает возможность мне изменить динамику и постоянно менять ее, именно благодаря тому, что я могу менять свою постуру. постура это возможность, возможность изменить динамику. динамику 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 Огромное спасибо за участие. Это был первый урок в нашем новом онлайн-проекте Let's Walk. Следующий урок будет посвящен шагам вперёд. Если вам была полезна наша информация, если вам понравилась, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и присоединяйтесь на наш канал в Ютубе Макс и Кати Танго или в Инстаграм We Love Tango.